на этом все за привет привет как дела не жалуюсь как у вас тоже не жалуюсь чем занимаетесь рулетки ссорюсь иногда на какие темы ссоритесь мастер политически вы разбираетесь политики блин но честно иногда разбираюсь некоторых моментов а в каких вы разбираетесь хорошо момента ну вы спросите а я скажу как вы относитесь к резолюции 1974 года 3314 стоп тысяч ним него столько цифр сразу переваривать какого года 1974 не не знаю это до мама даже родилась мне никто ничего не рассказывал понятно и сам не учил тогда вопрос как вы относитесь к агрессии одной стороны по отношению к другой стране какой из любой вот если взять абстракт да вот одна страна имеет какие-то агрессивные действия по отношению другой стороны в чем это выражается и вообще как вы к этому относитесь но вы про текущую агрессию и про текущую тоже и про то что было в прошлом про чечню и в чем это отличается ничем ничем не отличается а чем отличается например сегодняшняя россия от гитлера и германии то что гитлер был но у него были хотя бы здравые мысли а в чем были у него здравые мысли ну блин этот человек прошел войну ему просто ну вот не нравилось как его страну подставили и унизили грубо говоря как она какая она была опущена хотел для своей страны лучше он хотел чтобы в германии была только его нация не всякие чурки и так далее но такая же это же есть нацизм да то есть если одна нация возвеличивает свою адрес нет национализм это когда любовь к своей родине но при этом уважение к другой нации а нацизм это те которые ненавидят другие нации и возвы и возвеличивает только свою нацию это нацизм ну да в принципе да перепутал немного ну я гитлеру отношусь вот если сравнить гитлера и путина я отношусь гитлеру хорошо я отношусь и гитлеру и к путину я между ними ставлю знак равенства что 1 что 2 это ущерб внутреннее ущербность вот смотрите гитлер говорил нужно уничтожать скажем евреев да только за то что эти люди такой национальности если вы помните или цыган например да как человек может делать такие вещи и быть хорошим но это же не просто так цыгане он из-за того что это такая нация которая всегда пытается блин я честно не вспомню но тогда в то время цыгане занимались какой-то определенная профессия вот у них она была а они что-то в долги давали в общем и потом стали на большой процент это вы говорите про евреи за то что объяснить агрессию почему я начал с того что спросил вас о резолюции 1974 года 33 14 там есть четкое определение тому что такое агрессия и как происходят военные как происходит оккупация военная агрессия и так дальше вот сегодняшняя россия делает один в один то же самое что делала гитлеровская гермация германия причем объяснение примерно те же самые гитлер вошел в историю как что-то ужасное да как что-то такое что не должно никогда повторяться и вот сегодня путин повторяет в принципе то же самое только гитлер ненавидел евреев а пути ненавидит украинцев и украинск и украинство в целом блин ну знаете тут есть два таких в общем как аргументируют чем это аргументирует путин свою агрессию то бишь то что украина хотела в нато правильно он же он аргументирует они хотел подождите нет нет он не хотел быть окружен нато как он аргументировал правильно он много разных вещей говорил у него часто не совпадает одно с другим он сначала это дно потом уговорит другое потом горит третье вот он говорил я не хочу чтобы украина была в нато условно говоря вернее чтобы нато не было у границ россии а сегодня финляндия и швеция уже вступают в нато и он ничего не может с этим сделать больше того он говорит ничего страшного я с этим соглашусь понимаете это заявление его о том что он не хочет нато у своих границ является изначально ложью знаете что он хочет путин путин хочет чтобы не было такой страны украина он не хочет отдать историю которую он себе сам придумал в голове о том что россия и украин россияне украинцы это один народ хотя в россии очень много живет разных национальностей и он это знает и народностей точно так же как и в украине но гражданство и люди которые себя определяют той или иной стране это совершенно абсолютно разные вещи ну смотрите если брать его аргументацию по поводу вот он не хочет быть окружен нато то это в принципе можно понять смотрите возьмем грубо говоря канада сша если бы канада вдруг вступила союз с кндр какая бы была реакция сша сейчас я вам расскажу это аргумент несерьезный это не аргумент 21 века знаете почему потому что сша делает все так своей стране что другие страны хотят быть в союзе этой страны мы хотим подражать этой стране мы хотим чтобы в нашей стране тоже было так мы хотим чтобы наша страна жила развивалась тоже были лекарства и тоже были технологии понимаете а россия делает по-другому она говорит другим странам мы вам не будем показывать как хорошо и правильно жить мы вас будем заставлять понимаете да разницу россия говорит украине если вы не будете делать это 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 то мы вас будем захватывать и оккупировать ваши части без соединенные штаты даже если они проводят какие-то операции они не захватывают частью чужих территорий не говорят все теперь это будет 51 штат или вот эта территория когда-то была английская вот мы ее обратно в великобритании отдаем понимаете да вы знаете сколько было раньше скажем стран которых сегодня уже нет и представьте если кто-то сегодня родится какой-то получит какую-то власть абсолютно искать знаете когда-то мой прапрапрапрапрадедушка фридрих 1 да вот была пруссия королевство да я хочу опять создавать его потому что это вы королевство было 200 лет с 1701 по 1918 и теперь я хочу опять чтобы это королевство пуссия было вы же понимаете что абсурд вот то же самое происходит и в голове у путина он себе придумывает какие-то разные темы в голове у себя да а потом других начинает в этом убеждать в этом обмане который он сам себе придумал но я согласен я это не отрицаю это маразматик просто да поэтому а с гитлером это тоже самая история я вам советую почитать вообще про гитлера и что он из себя представлял и какие действия он делал потому что смотрите одно дело заявления например путин говорит мы не согласны с украиной давайте разбираться давайте говорить это одна история но когда уже есть как конкретные действия да то есть он уже начинает захватывать территории он оккупирует части суверенной страны он говорит о том что украинцы не должны быть понимаете то же самое что делал гитлер вот с этого момента начинается уже ответственность и уголовная и международная так дальше потому что мы живем международных законов которые охраняют сегодня весь мир а соединенные штаты являются сегодня таким мировым полицейским потому что сегодня эта страна действительно показывает остальным странам что они способны это делать иногда лучше иногда хуже но тем не менее ну вот вы говорить ока вот какой гитлер был плохой хотя через время оказалось что сталин этому не лучше но лучшеlet нужно все solamente лучше литр смотрите можно говорить о том что и сталин был плохой и гитлер вообще те люди которые занимаются убийствами дать и люди которые занимаются именно геноцидом это люди которые действительно это нехорошие то что путин сегодня делает он еще раз это подтверждает что да есть такие люди. И такие люди не должны получать и обладать полнотой власти. Вот смотрите, если бы была в России сменяемость власти, Путин, условно говоря, 4 года был, или 8 лет, или 10 лет, и ушел, то мы можем сегодня предполагать, что то, что он сейчас делает, он бы не делал, правильно? Он бы 20 раз думал, он бы понимал, что завтра меня уберут, а послезавтра меня спросят. А так как он обладает полнотой властью и имеет диктаторские наклонности в этой власти? Вот он делает то, что он делает. А это в истории уже было много раз. Если вы посмотрите, Саддам Хусейн, он примерно те же самые вещи делал. Каддафи тот же самый, Милошевич, да? Были разные страны, где были в свое время диктаторы, и все они заканчивали не очень хорошо. Ну, я с вами согласен. Я не знаю, что вам добавить. Просто у вас написано Россия тут, а сзади флаг Украины, и я не понимаю. А нахожусь в Соединенных Штатах Америки. Ага. Все, теперь понял, что вы просто на VPN. Да, я на VPN, я общаюсь с Россией, я небольшой блогер, и именно занимаюсь здесь тем, что делают блогеры. Поддерживаю Украину, и иногда веду разъяснительную работу, а иногда спорю, а иногда просто показываю для того, чтобы не забывали, с кем приходится иметь дело. А сами вы с Россией или с Украины? Из Украины. 30 лет нахожусь в Соединенных Штатах уже. 30 лет, ого. Да. Это здорово. Ну, мне было с вами интересно пообщаться. Спасибо. Но по поводу Гитлера, я бы все равно хотел добавить, что этот человек хотя бы преследовал какие-то интересы, то бишь он, ну, знаете, как бы вам сказать, у Путина в его политике, то есть, ну, он объективно плохой политик, он никто, а Гитлер был хотя бы хорошим оратором, и он смог объединить народ. Смотрите, можно говорить о том, что Гитлер говорил лучше, чем Путин. Да, Путин не умеет связать двух слов, он постоянно делает бе, ме и хе. Вот если послушать вот всю его, весь его спич, он часто бекает, часто мекает, часто хекает. И без бумажки, как правило, он говорить не умеет. Он никогда не участвовал ни в одних дебатах, Путин. А как можно проверить политика? Именно посмотреть на его дебаты. Ты тогда видишь, что он из себя представляет. У Гитлера, конечно, были такие. Но если проводить параллель Гитлер и Путин, можно ставить между ними знак равенства. Потому что хорошие качества какие-то, да, может быть, ты можешь и в Путине найти, если захочешь. То есть, я не лично вам говорю, а вообще, вот человек, если захочешь найти какие-то хорошие качества, а вот смотрите, в нем же есть вот это, это же неплохо, правильно? Но вот то зло, которое есть в нем, и то, что он совершает, и действия, поступки, а не перечеркивают все то хорошее. И вот остается только вот эта сама суть. Это агрессивность, злость и недоразвитость. Хорошо, спасибо. Я вас понял. Всего вам хорошего. До свидания. Много вам встречи. Спасибо. До свидания. Ну вот такое дело, друзья. Сегодня вот то, что делает Путин, да, он оголяет какие-то чувства внутри человека, да. И так как человек историю, там, например, про Гитлера читает, как историю же, да, а то, что сегодня происходит, он проживает, естественно, ему кажется, что это вот здесь большее зло, а там меньшее. Хотя и то, и то было зло. И нужно четко это определять. Нет ничего хорошего в Гитлере. Это было зло, которое творило очень ужасные вещи по отношению людей, вообще нации, и, в принципе, и для своей страны. Потому что он свою страну в конечном итоге привел к полному краху. Потом было покаяние, раскаяние, репарации и так дальше. То же самое ждет и сегодняшнюю Россию. Если будет покаяние, потому что без покаяния не может быть прощения. А без прощения не может быть ничего хорошего с этой стороны. Поэтому на сегодняшний момент ничего хорошего в сегодняшней России нет. Как-то так, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.